День Морган Фильм День Морган Фильм День Морган Фильм Добрый день! Вы смотрите информационную программу «Бесконечные новости» С вами Елизавета Гребничакова Чтобы не пропускать новые выпуски, шоу следите за нами в ВКонтакте и на Ютубе А вот главные новости этого выпуска Сегодня гость нашей передачи Актер театра и кино Леонид Барац Алина и Даша пообщались с гостем Смотрим Сегодня мы находимся на показе И нам удалось поймать создателей картины для интригу Здравствуйте! Привет! Теперь ты! Теперь ты! О чем вы мечтали в детстве? О чем вы мечтали в детстве? В детстве мне так хорошо жилось, что я даже не помню, о чем я мечтал Ни о чем не мечтал Мечтал, что у нас будет следующий день, опять будет солнце, море, футбол, друзья, девочки Не мечтал я стать ни космонавтом, ни артистом, ни политическим деятелем Просто хорошо жил Что вы пожелаете, какие советы дадите нашей команде Моргану фильм, который исполняется в 16 лет, ее преподавателю Александр Мазаев Для шоу «Бесконечные новости» Что, посоветовать Александру Мазаеву лично? Да А что вы делаете, новости? Да, у нас новости Это сейчас дело непростое, новости издавать Я ему пожелаю быть аккуратным и терпеливым в сегодняшнее время Расскажите про работу над фильмом Ох! Работа над фильмом – это длинная технологическая цепочка Сначала пишется сценарий, потом ищется режиссер или режиссер уже присутствует Он как-то участвует в написании сценария Потом оператор, потом создается целая группа, которая будет работать над фильмом Это длинная технологическая цепочка Есть предпродакшн, есть собственно продакшн, когда снимается кино Потом постпродакшн, когда монтируется кино, озвучивается кино, музыка подбирается и так далее В общем, это нормальная, творческая, интересная работа Все, отпускайте меня Спасибо вам за столь замечательный интервью С вами была Дарья Белякова, Алина Кожухова, Александр Мазаев Для шоу «Бесконечные новости» Наша команда подготовила интересный репортаж Только не скажу, какой Сюрприз Давайте посмотрим 22 апреля в библиотеке номер 7 состоялась презентация литературного творчества Замечательной поэтессы Лидии Слепцовой Элементом мероприятия стала выставочная экспозиция коллекционных кукол Талантливой Светланы Хвойко Мальчишка сопливый грызет баранку А мамка его укрылась смартфон Сынка подняла нас позаранку, чтобы доктор взять долгожданный талон Пацан из воротлив, смышленый, настыренный Он мамку назойливо тянет в киоску Его нос курнулся слегка оттопырен Но мамка всего лишь купила расческу И вот приласкать, рассказать ему сказку Но трезвый, расчетливый ее приговор И лайка и мамка чьи-то подсказки На сына кидают суровый свой взор Вот так, хоть и рядом, но вовсе не вместе Они прошагают недолгий свой путь Глаза у мальчишки копеек по 200 А мамке скорее бы сына спихнуть Не важно куда В детский сад или к бабке Ведь там уже давно внучка дождалась Да, бедные дети Они как подрамки, их души страдают сегодня Вы знаешь, я с детства очень хотела быть счастливой А счастье моё, сколько сейчас то Ты знаешь, я бы очень хотела, чтобы мои родители были со мной рядом Они были, как всегда, очень далеко от меня Вот это немножечко оставило такую грусть у меня А мне бы очень хотелось, чтобы они были рядом Это такая детская мечта А когда я стала постарше, у меня была мечта стать журналистом Ну, она не совсем осуществилась Я стала немножко в другом профиле работать Но зато стала писать Можете про своё хобби немножко рассказать? Хобби, ты знаешь, я в своё время очень увлекалась вязанием Крючком, спицами У меня даже мои работы висели по дворце Калинина на выставке Макраме делала А потом у меня хобби немножечко поменялось Я стала заниматься стихи писать Ну, в принципе, я их писала раньше, давно Но тут я более так усовершенствована уже к этому, к тебе вот, если серьёзно Так что вот такое у меня было Спасибо за интервью И тебе спасибо, что ты задала правильные и хорошие вопросы Здравствуйте Здравствуйте Можете немного рассказать про своё хобби? Да, конечно Значит, у меня возник интерес создавать куклы где-то года три назад А вообще вначале это были игрушки, мягкие игрушки К маму гудж Всякие мышки там были Вот последние годы, тигры были А где у вас какая-то игла А потом вдруг появилось желание взять, попробовать сделать одну куклу Знаете, получилось, мне кажется, неплохо Это не первая коллекция Вот, к счастью, она сохранилась Потому что все остальные коллекции уже не сохранились Они все либо раздали друзья И им это нравится Вот, ну вот это можно посмотреть Сейчас, конечно, есть всегда куда расти Вот, поэтому сейчас я совершенствуюсь У меня сейчас совершенно другого уровня куклы лежит И я их обязательно здесь покажу Спасибо, Зантрин Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мероприятие прошло отлично С вами была Дарья Белякова Алина Кожухова Александр Мазаев Для шоу «Бесконечные новости» А прямо сейчас очень важные вопросы От наших юных корреспонденток Смотрим Выговорят ли боку эры, кортавые люди, в своих мыслях? Почему в школе нету тихого часа? С какого момента в киндер-сюрприз стали класть плохие игрушки? Как помыть голову раз и навсегда? Когда Газманов вернёт нам ясные дни? Как выговорить букву «П» открытым ртом? Почему нет дверного глазка для второго глаза? Что делают мальские южики все остальные 11 месяцев? Почему мы постоянно копаемся в себе, но так и ничего не посадили? Правда ли, что прямо линейные люди стояли в углу? Как Кирилл и Мефодий без алфавита поняли, что не Кирилл и Мефодий? Почему мы покупаем ген для душа, а не для себя? Давайте разбираться в комментариях! Наши корреспондентки подготовили очень интересное видео. Давайте посмотрим, что у них вышло. Здравствуйте! Сегодня мы находимся на показе фильма, где картины представляют сами создатели. Расскажите, пожалуйста, про мероприятия. Пока что мне все нравится. Шикарное место, шикарные люди, прекрасная атмосфера. Я прямо в предвкушении фильма, потому что уже очень много о нем нас слышно. Хочется уже посмотреть поскорее, обсудить, как-то уже обговорить какие-то моменты. Вот, в целом все. Чего вы в первую очередь от этого фильма ожидаете? Я ожидаю, что этот фильм мне понравится, и что он будет интересным, смешным и классным. Вот, и ожидаю, конечно же, бурного обсуждения после фильма. Мы ходили здесь на разные кино, и здесь очень прикольно, очень нравится. Разные фильмы показывают, актеры приезжают. Вот. И место тут весьма атмосферное, что не может не располагать сразу к просмотру кино. Ну, самое главное то, что есть возможность пообщаться со звездами, есть возможность пообщаться с создателями, с режиссерами, задать разные вопросы, которые интересуют, которые просто так не дают ненадежь, а именно напрямую у тех людей, которые работают с фильмами. То есть узнать всю кухню внутреннюю именно от первого лица. Расскажите, пожалуйста, про интервью. Ой, я... Про интервью? Могу рассказать про интервью. Я серьезно могу. У меня язык, простите, уже заплетается. Могу взять, могу дать интервью. Что еще можно рассказать про интервью? Расскажите, пожалуйста, про мероприятия. Про конкретные сегодняшние мероприятия или... Ну, в целом, киноклуб ОГ представляет... Это киноклуб-кинопремьер. Вы у нас уже далеко не в первый раз. Я вас очень хорошо знаю, помню. И очень радостно вас видеть вновь и вновь. Сегодня у нас был квартет И. И это очень радостно, потому что... Ну, они веселые ребята. Они всегда могут улучшить настроение, даже если у тебя самый-самый плохой день. Посмотри фильм, и твое настроение всегда улучшится. Поэтому сегодня у нас такой прекрасный день, можно сказать, праздник. Мероприятие прошло отлично. Алина Кожухова, Беликова Дарья, Александр Мазаев для шоу «Бесконечные новости». А на этом у меня все. С вами была Елизавета Гребенщикова. Подписывайтесь на нас, и увидимся на канале «Морган Фильм» в это же время. «Морган Фильм»